Почти 30 тысяч крымчан в этом году будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Какие изменения ждут выпускников 2019 года? До 2019 года выпускники имели возможность сдавать и базовую, и профильную. Сейчас этого выбора нет, поэтому ребята уже зарегистрировались, выбрав тот или иной уровень. Жилье с риском для жизни. Жители коммунальной квартиры в Симферополе вынуждены годами тесниться в чудовищных условиях. Севастопольский городской суд признал виновными в приготовлении к совершению диверсии в составе организованной группы и в хранении взрывных устройств двух украинцев – Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Напомним, диверсионно-террористическая группа Министерства обороны Украины, в которую входил Владимир Дудка, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов, была задержана в ноябре 2016 года в Севастополе. Граждане соседнего государства по версии обвинения готовили диверсии на важных объектах инфраструктуры Крыма и Черноморского флота. В конце 2017 года Дмитрия Штыбликова приговорили к пяти годам колонии строгого режима и к выплате штрафа в размере 200 тысяч рублей. Теперь известен приговор и двум другим преступникам. Владимир Дудка и Алексей Бессарабов получили по 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с выплатой штрафа в размере 300 и 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. В Крыму более 10 тысяч детей в этом году будут сдавать единый государственный экзамен после 11 класса. Среди них не только выпускники 2019 года, но и ученики прошлых лет. Более 18 тысяч девятиклассников проявят свои силы в основном государственном экзамене. Какие изменения для выпускников будут в этом году и сколько крымчан зарегистрировались для сдачи самого сложного языка в мире – китайского? Подробности в следующем сюжете. Экзамены – один из самых важных этапов в жизни каждого школьника. В этом году ЕГЭ будут сдавать 10 338 учеников. Это не только выпускники 2019, но и прошлых лет. Таких желающих набралось 4%. Выпускников 9 класса зарегистрировано 18 337 человек. Они получат аттестат, а не свидетельство об окончании 9 классов. В этом году в Крыму будет открыто 60 пунктов для сдачи ЕГЭ. Для получения аттестата выпускникам 9 и 11 классов обязательны два экзамена – русский и математика. В отличие от прошлых лет, изменения этого года, я считаю, одно из таких фундаментальных и главных изменений – это то, что математику в этом году можно выбрать только один уровень – или базовую математику, или профильную. До 2019 года выпускники имели возможность сдавать и базовую, и профильную. Сейчас этого выбора нет, поэтому ребята уже зарегистрировались, выбрав тот или иной уровень. По словам министра, в этом году наблюдается положительная тенденция по выбору иностранных языков. Выпускники предпочитают не только английский и немецкий, но и китайский. Для сдачи самого сложного языка в мире зарегистрирован один ребенок. Кроме того, произошли изменения и в получении медалей за успеваемость. Выпускникам 11 классов нужно набрать не менее 70 баллов из 100 по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Один из негативных моментов сдачи экзамена – попытка ребенка списать. Когда начинаются слезы, что я этим телефоном не пользовался, он был выключен, он был отключен. Посмотрите, тут даже карточки нет. Он для успокоения души лежал в моем кармане и так далее и тому подобное. Но случайно на экзамене выпал, как иногда бывает, да, все случайно, вот оно действительно происходит. К сожалению, это аннулирование работы. Шпаргалка – это аннулирование работы. Использование калькулятора или часов, которые имеют определенное программирование – это аннулирование работы. Обсудили на пресс-конференции еще одну важную тему – ремонт Керченского политехнического колледжа, который состоит из двух этапов. Первый – аварийно-восстановительные работы, которые уже завершены. Второй этап – капитальный ремонт всех пяти корпусов политеха. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 114 миллионов рублей. Этой суммы, по словам министра, будет недостаточно, поэтому ведомство формирует дополнительную потребность. Мария Моссур, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ. Порывы труб, регулярное замыкание электричества и, как следствие, пожары. В одной из коммунальных квартир Симферополя бывшие сотрудники МЧС и их семьи живут в нечеловеческих условиях. Общежитие трещит по швам. От холодного безразличия управляющих компаний жильцы дома с криком о помощи обратились в нашу телекомпанию. Съемочная группа выехала на место. Феномен совместного проживания совершенно чужих друг другу людей под одной крышей, как ни парадоксально, продолжает существовать по сей день. Коммунальные квартиры в Симферополе не редкость. Заходя в подъезд такого дома на улице Монтажная 7, мы попадаем в коридор, в котором четыре комнаты. За дверями у каждого жителя своя история. Единственное, что их связывает – общая кухня и санузел. Дом введен в эксплуатацию в 1965 году. Ни разу он не ремонтировался. Гляньте, что здесь вот. Посмотрите, я. Никакой не промотки, все, так сказать, кое-как. У Елены тяжелая коммунальная история. Ее отец работал в МЧС, от ведомства еще в советские годы получил комнату в таком коммунальном кооперативе. Когда мужчины не стало, его многодетная дочь, мать-одиночка, осталась здесь с пятью детьми. Все они живут в комнате площадью всего 20 квадратных метров. С потолка течет. Готовить еду детям женщине приходится буквально возле санузла. Кроме этого, и других проблем в доме хватает. У нас очень часто нету света в пожарной части, у нас нету воды очень часто, у нас нету горячей воды, когда везде сезон, у нас ее нет. Мы воду греем кипятильниками, ну, если даже сейчас не кипятильник, бойлер. Крыша течет у нас, с той стороны у нас дом вообще в аварийном состоянии разваливается. Без лишнего стеснения жильцы дома проводят экскурсию. Невооруженным глазом видны обросшие плесенью стены, незащищенные провода. Ржавые трубы не выдерживают, их периодически разрывает, людей затапливает. Вот только если воду на полу еще устранить можно, то мокрые подтеки на стенах остаются здесь надолго. В комнате у Константина Павловича круглогодичная сырость. Вот батарея течет, батарея тупиковая. Сюда воды мне не дают. Открыть окно не могу, потому что машины вывозят. Выход из сложившейся ситуации ему предложили в администрации города. Нужно просто дождаться своей очереди переселения из аварийного жилья. В списке он трехтысячный. Так же, как и все жильцы дома, мужчина еще при Союзе получила от пожарной части комнату. Сейчас, признается, жить в ней с каждым днем становится невыносимо. Практически горячие воды сюда, для данного дома, не только дома, а всего квартала, не подведено, даже трубы нет. Устаревшая проводка в здании провоцирует новые возгорания. Справляться с последствиями людям приходится собственными силами. Управляющая компания МОП «Авангард» свою работу должным образом не выполняет, жалуются люди. Мы решили обратиться в эту организацию за комментарием, чтобы узнать истинные причины игнорирования жителей проблемного дома. В «Авангарде» объясняют, их сотрудникам невыгодно выезжать на помощь. Уж слишком большое расстояние между организацией и конечной точкой, разрушающимся домом. Тем временем, пока коммунальщики рассуждают, выезжать ли на очередной вызов и подсчитывают средства, затраченные на топливо, жильцы дома исправно продолжают платить по всем счетам. А мы продолжим работу над проблемой и обратимся за комментарием в профильные ведомства. Анна Беляева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ Показательные выступления, служебные собаки и новейшие роботы. Сотрудники Росгвардии устроили настоящее шоу для особенных детей в Симферопольской специальной общеобразовательной школе «Злагода». О том, как прошло мероприятие, знает наш корреспондент. Не в классах, а на свежем воздухе. Редких, но таких долгожданных гостей приветствуют дети, родители и педагоги. Бойцы Росгвардии устроили смотр военной техники, обмунтирование и оружие. Выступили с показательными номерами. Все на радость детям. Многие школьники могли и сами почувствовать себя в роли бойца спецназа. Надеть тяжелую каску и подержать в руках знакомый всем мальчишкам автомат Калашникова. Радовали детей сегодня служебные собаки. Они продемонстрировали свое мастерство. Искали наркотики, обезвреживали условного противника. Однако главные участники сегодняшнего праздника не бойцы Росгвардии, а именно дети. Ведь все это только ради улыбок на их лицах. Руслан – особенный ребенок. Для него увидеть вблизи военных и подержать в руках самому оружие – очень важный момент. Я бы хотел стать военным, защищать свою родину. Довольны таким необычным уроком и родители. Им нужно узнавать мир. Ну и, конечно, приехали такие ребята. И вот особенно мой сын заинтересовался очень собакой в полном восторге. Вот, поэтому думаю, что да, будет очень полезно. Это новые знания, новые встречи. Эта школа отличается от других. В ней учатся 300 детей с особенными потребностями. Диагнозы тоже сложные – аутизм, сегромдауны и другие. Такие мероприятия детей не просто радуют, но и развивают, уверена директор школы. «Посещение любых гостей нам всегда очень приятно. А есть в гостях у нас Росгвардия, бойцы, которые стоят на страже нашего покоя. Конечно, это здорово. Чувство патриотизма воспитывается в каждой школе. В нашей школе мы тоже очень много внимания уделяем воспитанию. Чувство патриотизма, толерантности, любви к нашей Родине». «Военно-патриотическое воспитание сейчас – это одно из наших приоритетных направлений, потому что нынешняя молодежь, правильно воспитанная, в будущем будет стоять на защите Родины, будет защищать наше будущее поколение и уже грядущую молодежь». В Росгвардии уверяют – подобные мероприятия бойцы проводят часто. Планируют еще чаще посещать учебные учреждения и радовать маленьких крымчан. Яна Витренюк, Евгений Стариков, Служба на ОСТИ и ТВ. Мы переходим ко второй части выпуска, и вот о чем пойдет речь далее. Офицеры Росгвардии приняли участие в чемпионате по плаванию в честь 100-летия Михаила Калашникова. 50 участников со всей республики поборолись за право носить титул лучшего. Не очень доволен, поэтому планирую сейчас, скажем так, компенсировать ту ошибку, которую допустил в предыдущем заплыве. Красота – страшная сила? 20 грациозных спортсменок в Ялте укладывают на татаме всех желающих на фестивале «Спорт и краса» досталось и нашим журналистам. Вступать в силовой конфликт мужчине с женщиной – мавитон. Но что делать, если перед тобой осель из Казахстана, а у нее есть медаль чемпионата мира по джиу-джитсу? Госдума России приняла закон о хостелах в новой редакции, которую накануне одобрила согласительная комиссия, состоявшая из представителей Нижней и Верхней Палат парламента. По новой версии текста закон вступит в силу 1 октября. Сейчас законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации. Согласно этому закону, будет запрещено использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Теперь, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести свое помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов. Сотрудники Росгвардии не только обеспечивают безопасность населения от внутренних угроз, но и подают пример молодежи. Сегодня они приняли участие в чемпионате ведомства по плаванию, посвященному 100-летию Михаила Калашникова. Более 50 участников со всей республики поборолись за право носить титул лучшего. На старт! Я по уроку шел. Я как я говорила, что ты забыла. Внимание! Гол! Пошел! Сто метров по воде против еще троих пловцов. Каждый желает прийти первым, вкладывает все свои силы и борется за победу до последнего. Болельщики переживают, ведь их друзья состязаются за право носить титул лучшего пловца Росгвардии Крыма. Да и чемпионат посвящен столетию создателя самого известного автомата Михаила Калашникова. Имя такого человека подводить нельзя, да и честь сослуживцев тоже. Тем более, когда показать класс нужно в нескольких дисциплинах. Сегодня у нас широкий спектр. У нас плывут люди и брас, и бутерфляй, и кроль, и вольный стиль, и комплекс плывут. Женщины плывут у нас. И завершает наше сегодняшнее мероприятие командная эстафета. 4 по 50, тоже разными стилями. Всего за золото борется более 50 человек из 8 территориальных подразделений Росгвардии Крыма. Так что конкуренция высока. В эстафете им будет сложнее всего, ведь ответственность лежит на каждом. Ошибаться категорически запрещено. Олег, например, успел проштрафиться из-за фальш-старта. Теперь спуску себе не даст. Не очень довольны, поэтому планирую сейчас, скажем так, компенсировать ту ошибку, которую допустил в предыдущем заплыве. В очки и шапочке нарядились не только служивые мужского пола. Женский состав ведомства тоже пошел в бой. Вот, например, Дарья. Она только выбралась из воды и еще не осознала, что коснулась бортика первой. Есть стремление, цель. Ставишь цель и достигаешь результата. Здесь очень высокая планка в плавании. Здесь надо трудиться и трудиться. Хороший результат – следствие упорных тренировок в бассейне. Причем сами пловцы считают, что вода – лучший и самый безопасный тренажер на все группы мышц. И заняться подобным спортом стоит всем без исключения. А достижение рекордов – лишь вопрос времени. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей и ТВ, Симферопольский район. Когда перед тобой умница, пусть и не комсомолка, но спортсменка и красавица, ноги будто подкашиваются сами и шансы на победу в бою даже с девушкой умножаются на ноль. В Ялте проходит фестиваль «Спорт краса». В его рамках 20 чемпионок из 10 стран, даже далеких – Бразилии, США и Перу – демонстрируют ловкость рук, ног и не дающие шансов на успех в схватке чары. Сегодня в День города хрупкие девушки научили быть сильными крепких мужчин. Силу чемпионок и твердость татами на себе испытал Тарас Брезицкий. Ялта, весна, колыбель любви. Сейчас здесь все буквально благоухает. Очень много красивых девушек, но, к сожалению, много и тех, кто не умеет красиво за ними ухаживать и по правилам приглашать на свидание. И такая картина здесь на каждом шагу. Будь ты хоть завсегдатаем тренажерного зала, турникменом или просто уверенным в себе королем района. Один неосторожный шаг – и ты на лопатках. Ведут не ожесточенную, а показательную борьбу для глазеющих ялтинцев. Анна и Ангелина прямо на татами посреди городской набережной – обе титулованные чемпионки, не имеющие секретов в том, как уложить хоть женщину, хоть мужчину на бок. Хрупкие с виду, железные внутри. С такими лучше не шутить, хотя слабых эти девушки не бьют. Нас учат контролировать свои эмоции. Плюс, когда ты занимаешься профессионально, ты знаешь, что ты можешь принести большой ущерб другим людям, поэтому не применяешь свои навыки где-то на улице. Жарко и устала для борьбы на руках. В роли фаворита схваток тоже девушка. Еще бы, ведь это Екатерина Никишова, пятикратная чемпионка России. Напротив, тоже соперник не из легких, один из лучших рукоборцев Крыма Артем Тайнов. Но даже в схватке с таким оппонентом девушка одерживает победу, пусть и в виде весеннего подарка, попутно раздав лайфхаки для новичков. Начинаем движение не только одной рукой, а полностью всем корпусом. И должны дотянуть до подушечки. Тогда судья отдает победу. Считается, что мужчине вступать в силовой конфликт с дамой – мавитон. Но что делать, если перед тобой Ангелина из Москвы, а она мастер спорта по спортивной борьбе. Так давайте посмотрим, насколько я, мужчина, смогу составить хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию девушке, но профессиональному спортсмену. А вот гренадер из Ялты Юрий Митрюшкин борется на равных с кем угодно, будь то противник в уличной драке или эффектная дама. Он единственный, кто уложил руку чемпионки на подушку, хоть и с третьего раза. Победой недоволен. Думал, совладать с соперницей чемпионкой будет проще. Я вам говорю, я не ожидал, что я думал, что я легко вообще выиграть. Проделала немалый путь из далекой Монголии юная тэквондистка Намуна. Для девушки не проблема вот так дотянуться ногой до Крыма, хоть и нарисованного на баннере. В родной стране она настоящая спортивная звездочка. Я занимаюсь тэквондо пять лет и являюсь членом сборной Монголии. У меня есть бронзовая медаль на чемпионате Европы. Посмотреть на полеты над татами в весенний день пришли сотни ялтинцев. Среди них пенсионерка Валентина – одна из самых внимательных. Не просто жаждет зрелища, хочет запомнить парочку приемов для походов в лес за грибами. Мало ли что. Зрителям не просто понять, чего в них больше – красоты или силы. Здесь есть место не только ловким приемам единоборств, но и бьюти-фотосессиям. В Крым на фестиваль «Спорткраса» приехали 20 красавиц из разных уголков планеты – от США до Азербайджана. Шоу будет проходить в Ялте до 6 апреля. К слову, весь его оргкомитет состоит из депутатов Госдумы. В него входит и самая обаятельная экс-прокурор Наталья Поклонская. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин. Служба новостей ИТВ. Ялта. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ИТВ. А я прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!